Кто похитил Джинни? Продолжение флэшбэков Кумы. Настоящий отец Джевил Рибони. Как изменился Кума? Болезнь хуже, чем у Трафальгара Ло в сегодняшней главе. Здорово, Ханина Джинни, Кузбаслакина Джипи на связи. На следующей неделе периф, да и вообще вся глава в полуштрихах. И это потому, что якобы Оода не успел дорисовать главу к сроку. Как же я обожаю поддержание этого образа мессии для детей до 8 лет, которые думают, что глава рисуется прямо к моменту её публикации. Многомиллиардный бизнес именно так и делается. Короче, стиль рисовки немного отличается, потому что дедлайны погорели. Думаю, позже начнут брать супердлинные перивы, прикрываясь именем Оды и его здоровьем, как обычно. Главу сегодня пилю так же, как и на прошлой неделе, с английскими сканами, но с переводом на русский. Поэтому ставь лайк, подписывайся на канал и залетай в телегу, чтобы не пропустить все важные события и дополнения по главам One Piece и не только. Следующий ролик, наконец, будет по повести о конце света, «Как нагибали бедного Лёньку». Перед началом обзора благодарю всех могущественных людей, оформивших нужные ништяки. Каждого меньше, чем три. А теперь запускаем джинглочек и погнали. Итак, 1098 глава называется «Рождение Бонни». На обложке Брукс извинениями от Ода на штанах. Да-да, мы это уже обсудили, поэтому перейдём к самой главе. Глава начинается в штаб-квартире революционной армии на Балтиго. С разных концов мира запрашиваются различные подкрепления. Вся революционная армия находится на рогах. Они практически не успевают помогать всем и каждому. Ива заявляет, чтобы разбирались без его помощи, потому что на данный момент он занят другой операцией. Но вдруг его окликает кума и говорит, что он может пойти на данное задание. Отправляется он помогать восстанию в королевстве Гоа. Иванков говорит ему вслед быть осторожным и не вести себя столь безрассудно, как он это делает в последнее время. Как только кума прибывает на Гоа, все вокруг нонитчики пускаются в бегство. Они не понимают, что за гигантский зверь находится перед ними. Кто-то из них даже требует его представиться. Но в этот момент глаза кумы закрывает пелена, потому что он вспоминает, что недавно была похищена его любимая женщина. Он вспоминает, как ему доложили о том, что Джинни была похищена, потому что попалась на глаза одному из Тинни Рьюбита и приглянулась ему. Кума узнал, что его любимая Джинни была похищена Тинни Рьюбита и стала одной из наложниц для кого-то из них. После того, как он помог местным жителям завершить свое восстание, они устроили невероятный байрам. Как обычно, восхваляя имя революционной армии и выдавая им почести, потому что без этой поддержки у них бы ничего не вышло. Потерпевшие поражения дозорные связываются со своей штаб-квартирой и докладывают, что снова разгромлены революционной армией. Флаг этой организации гордо красуется на королевстве Гоа. По миру теперь они стали известны как народный герой. Весь избитый Кума просит у Драгона прощения, потому что он слишком вымотан и собирается возвращаться на корабле. Из-за того, что Кума не может найти себе место, он в Соло решает разбираться со всеми вопросами. Флэшбэк снова переносится немного вперед. Прошло два года с тех пор, как была похищена Джинни и стала одной из наложниц для Тинни Рьюбита. К королевству Щербет подплывает негая бедная лодочка и из нее доносится такой голос. Мы уже очень близко, Бонни. В штаб-квартиру революционной армии на Балтиго докладывают страшное известие. Куме говорят, что Джинни прямо на линии и она ждет его немедленно. Через Дэн-Дэн-Муши доносится ее голос. Она приветствует Кумыча и говорит, что ей наконец-таки удалось сбежать. Иванков рад слышать голос своей сестренки. Джинни грустным голосом докладывает, что Тинни Рьюбита не хотели, чтобы она была рядом после того, как заразилась смертельной болезнью и ее вышвырнули вон. Джинни говорит, что очень счастливо слышать Кумыча. Он не может понять, о какой такой болезни, говорит его любимая. Джинни кричит в Дэн-Дэн-Муши, что напоследок она желала связаться с Кумыча и, скорее всего, это их последний разговор. Иванков встревает и не может понять, о чем говорит его сестра. Кумы перебивает ее и задается вопросом, о чем говорит Джинни. Он требует назвать ей свое местонахождение, потому что благодаря своему дьявольскому фрукту он будет у нее через мгновение ока. Кумыча, извини, но я на пороге смерти. Я очень рада, что ты заботишься обо мне даже сейчас, но я бы не хотела, чтобы ты видел меня в таком состоянии, говорит по Дэн-Дэн-Муши Джинни. Дальше Джинни просит Драгона и ее старшего брата Иванкова позаботиться о Куме, ведь он самое дорогое, что было в ее жизни. Но в этот момент Кума срывается с места и говорит всем уйти с его дороги. Он знает, где сейчас находится Джинни, потому что она может быть только в одном месте. В ту же секунду, как Кума телепортируется на остров Щербет, Джинни произносит свои последние слова. Она хочет, чтобы Кумычи знал только одну вещь. То, что она любит его, и они всегда будут вместе. После чего звонок по Дэн-Дэн-Муши обрывается. Нас переносят на королевство Щербет. Кума уже прибыл. Его узнают местные жители, а он задается вопросом, где сейчас Джинни. Она должна быть прямо здесь. Местные жители провожают Куму в их родную церковь. И они видят там нечто ужасное. Все это случилось из-за того, что Джинни находилась под воздействием естественного солнечного света. Ее лицо и все внутренние органы покрываются синим цветом, и ее кожа затвердевает, словно камень. Кума наблюдает поистине страшную картину. У него в голове проносятся лучшие дни, проведенные с Джинни. Он вспоминает, как они были счастливы, просто наедаясь до отвала. Потеряв самого дорогого для себя человека, держа ее на руках, он задается вопросом, что же такого с ней могло случиться. Бартоломью Кума вспоминает тот момент, когда Джинни предложила пожениться и говорила, что это будет самым счастливым моментом в ее жизни. Местные жители говорят, что она потратила оставшееся время, находясь на солнце. Она пересекла океан только для того, чтобы спасти своего ребенка. Теперь мы видим совсем маленькую Джевилри Бонни. Здесь нужно немного остановиться. Во-первых, Джевилри Бонни родилась незадолго до того, как Джинни пустилась в бегство. И значит, по итогу, на данный момент, Джевилри Бонни не старше 12-летней девочки. Это к той же ремарке по поводу того, когда нам заявляли, что официальный ее возраст это 24 года. Вроде чуваки без рофлов подавали эту информацию, как же так вышло, ума не приложу. Дальше Квебик хорошо подметил, что эта история Кумы и Джинни полностью слизана с Фореста Гампа. Даже саму подругу Фореста звали Джейни. Она также находилась в такой похожей ситуации и под конец пришла умирать к своему возлюбленному. Вот это я понимаю референс. 99% зрителей One Piece даже не в курсе, что такое беги, Форест, беги. Но это ладно, чисто упоминаю, потому что нужно. Возвращаемся к событиям главы. Кума берет малышку на руки. После похорон Джинни он говорит ей, что теперь она может покоиться с миром, и Кума клянется воспитать эту девочку достойнейшим образом. Позже Кума сидит перед могилой Джинни, и мы понимаем, что это ее настоящее имя, а не какое-нибудь прозвище, потому что на кресте написано именно оно. Дальше нам демонстрируют рутинные будни Кумы, как он пытался стать отцом, ничего в этом не понимая. Вся церковь разрывалась от своих советов, каждый из стариков пытался продемонстрировать свои навыки ухаживаниями за младенцами. Они учили Куму и так и сяк, он все делал неправильно. Неправильно подавал бутылочку, неправильно укладывал ее спать, и они все пытались подсказать ему как лучше. Кума радуется, что его неродная дочь очень хорошо питается, и он уверен, что она вырастет такой же обжорой, как и была Джинни. Вспоминая при этом, как-то жаловалась, что все время голодна. Вот он настоящий отец, не тот, кто родил, а тот, кто воспитал. Проходит какое-то время, Бонни продолжает расти, находясь в церкви. Кума носится с ней, как самый заботливый папаша. А все пенсы, которым помогал Кума все это время, также помогают в воспитании Джевилри Бонни. Кума проводил все свое свободное время с ребенком, и только когда он отправлялся на задание революционной армии, он оставлял ее старикам на попечении. Тут даже без слов, картинками нам демонстрируют две стороны Кумы. Дома он заботливый и нежный отец. В сражениях он безжалостный воин, который беспрекословно выполняет свое задание. После того, как он возвращался с заданий, он падал без сил, охраняя свою малышку. Спала она, между прочим, в железной клетке для собственной же безопасности. В этот момент у них уже появился Сабо. Вдруг в церковь врываются два старых добрых нунитчика, и они спрашивают у Кумы, чем он занимается, почему он заколотил все двери и окна в церкви. Теперь данное помещение полностью поглощено мраком. Кума велит им немедленно закрыть двери и не пускать сюда солнечный свет. Он показывает на лицо малышки и говорит взглянуть им сюда. Под ее глазом появился голубой камень. Это разве не та же самая болезнь, из-за чего умерла ее мать Джинни? В панике кричат два нунитчика. Один из них мигом бросился наружу и сказал, что приведет врача. Кума поблагодарил его вслед. Первый пришедший врач говорит, что, скорее всего, это связано с солнцем, но он впервые видит такую редчайшую болезнь. Он предлагает для эксперимента вынести малышку наружу, но Кума отвечает, что этот доктор сошел с ума и выгоняет его. Следующий доктор также говорит, что не понимает, в чем причина этой болезни. Она впервые видит такую редкую болезнь, но, скорее всего, это связано с солнцем. Приходит к одному и тому же выводу каждый из докторов. Дальше Кума приходит в штаб-квартиру революционной армии и заявляет о своем увольнении. Он говорит, что у Бонни проявились признаки той самой болезни, от которой умерла Джинни. Кума говорит, что не знает, что делать дальше, и он будет искать всевозможные способы вылечить свою дочь. Сейчас он должен оставаться рядом с ней. Драгон одобряет его выбор и говорит, что нужно прожить жизнь без сожалений. И в этот раз он поможет своему другу, потому что использует все свои контакты по всему миру и свяжется с лучшими докторами планеты. Кума говорит, что в долгу перед Драгоном. Закадровый голос гласит, 7 лет назад, когда Бонни было 5 лет. Теперь мы можем точно говорить, что на данный момент Джевил Рибонни является 12-летним ребенком. Между прочим, помимо того, что она самая молодая сверхновая на данный момент из худшего поколения, попрошу вас вспомнить еще хоть одного ребенка с такой наградой, как у нее в этом же возрасте. Даже Кайда имел в своем 15-летнем возрасте награду куда меньше. Даже наша Ника Робин имела награду куда меньше. Только лишь Биг Мам, благодаря своим неординарным способностям, заимела награду в то время куда выше. Я имею в виду, совсем еще будучи ребенком. Поэтому потенциал Джевил Рибонни поистине велик. Нам показывают, как дети убегают от нее, называя вампиром, издеваясь над бедным больным ребенком. Джевил Рибонни прогоняет их и называет придурками. Три пацана издеваются над ней издалека и пытаются дразнить. Один из них достает крест и говорит, что поскольку она вампир, сейчас он ее уничтожит. А еще они в курсе, что у нее слабость к свету. Но Джевил Рибонни нападает на него в ответ и заявляет, что сейчас они в церкви. Дальше, подобно вампирам, она вскидывает руки и прогоняет всех этих плакс. Дети, конечно, жестокие, что поделать. В этот момент появляется Бартоломью Кума и велит Бонни больше никогда так не делать, даже близко не подходить к открытым дверям и окнам. Потому что даже от маленького солнечного луча она может получить колоссальный урон. Бонни отвечает ему, что не стоит беспокоиться, и она просто пошутила. Но Кума велит ей даже немного не шутить на эту тему, потому что он слишком сильно о ней беспокоится. Дальше он называет ее чудесным ребенком и начинает рыдать. Бонни говорит своему папе, что не стоит быть таким плаксой. Она жалуется своему отцу, что эти придурки снова высмеивали ее камни на лице. Да и вообще, она сама не рада, унаследовав такую болезнь. Но врывается Кума и говорит, что это не просто камни, а настоящие драгоценности. Он объясняет своей дочке, что они просто завидуют, ведь ее лицо украшено такими драгоценными камнями. Джевил Рибонни после таких слов начинает улыбаться и спрашивает у папы, не шутит ли он. На что Кума отвечает, что, конечно же, нет, он просто обожает эти камни. Дальше нам показывают, как Кума проводит время со своей дочуркой. Он спрашивает у нее, куда бы она хотела отправиться, если бы имела возможность. Джевил Рибонни отвечает, что не знает, но, скорее всего, она хотела бы посетить небесный остров. Она рассказывает папе, что где-то в книге прочитала о таинственных небесных островах. Она говорит ему, что это не просто сказки, и она верит в их существование. Также Бонни говорит, что раз они находятся так высоко к солнцу, возможно, они смогли бы встретить там самого Нику. Ведь она знает, как ее отец любит эту легенду. Кума сразу принимается танцевать под ритмы барабанов. В своих мечтах о путешествиях Кума задает следующий вопрос. Это звучит, как грандиозное приключение. Ведь мы могли бы отправиться на небесный остров, отпраздновать твое 20-летие, Бонни. Дальше он спрашивает у нее, а куда же она хотела отправиться на свое 19-летие. Маленькая Джевилри Бонни фантазирует и говорит, что на остров рыба людей. Время проходит, и появляется квалифицированный доктор. Он говорит, что осмотрев дочь Кумы, пришел к выводу, что она страдает сапфировой болезнью, и это неизлечимо. Кума просит его говорить чуть тише и спрашивает, что же это за чешуя, которой покрывается Джевилри Бонни. Доктор объясняет, что в наши дни практически невозможно увидеть эту болезнь. Эти камни растут в геометрической прогрессии при любом естественном освещении, таком, как Солнце или Луна. Доктор говорит, что лечение невозможно, и даже если принять все меры предосторожности, это всего лишь замедлит процесс. Но по итогу болезнь заберет свое. Как мы узнаем из рассказа этого доктора, данная болезнь настолько мощная и редкая, что встречается куда реже даже, чем та самая, которой болел Трафальгорло. И как мы знаем, Кума благодаря своему дьявольскому фрукту то может вытащить и такое. Так же, как Трафальгар, благодаря своему фрукту и его развитию, избавился от своей болезни, в данной похожей ситуации произойдет то же самое. Это мы уже обсуждали на прошлом ролике. После того, как Кума излечит свою дочь, он будет обязан поглотить ее болезнь, ведь иначе она вернется обратно в тело Бонни. Вот почему Кума пошел на сделку с Вегапанком, ведь он заразился смертельной болезнью. И у него, по сути, дальше не было никакого выбора. Самый интересный вопрос, каким же чудом его мертвое тело в данный момент владеет дьявольским фруктом Никью Никью Номи, и он не перерождается. Об этом мы уже провели отдельную беседу в телеге. Если кто имеет весомые аргументы, залетайте и делитесь своим мнением. Доктор доносит до Кума печальное известие, что, скорее всего, Джевилри Бонни даже не сможет дожить до своего 11-летия. Эта болезнь прогрессирует слишком сильно, и поэтому его прогноз то, что Бонни доживет максимум до 10 лет. Кума в панике у него из глаз текут слезы. Он всегда хотел увидеть, как Бонни превратится в такую же сильную женщину, как и Джинни. Сейчас он не может смириться с тем, что на эту болезнь попросту нет лекарств. Кума заходит в церковь, и его встречает радостная Джевилри Бонни. Он спрашивает ее, почему она не спит, но девочка отвечает, что все слышала, и она очень рада. Она говорит, что слышала, что доктор обещал, что к 10 годам ей станет намного лучше. Она наваливается на своего отца, а тот не понимает, о чем она говорит. Но Бонни объясняет, что слышала, как кто-то сказал, что к ее 10 дню рождения будет намного легче. Кума пытается объяснить, что все на самом деле не так, и это был просто глупый доктор, чьи слова не стоит принимать близко к сердцу. Но Бонни не желает слушать, потому что до ее десятилетия еще слишком много времени, и они успеют посетить все те места, которые запланировали. Маленький ребенок еще не понимает всей серьезности этой ситуации. Она еще раз переспрашивает, разве это не здорово, ведь до 10 лет они успеют посетить каждое из тех сказочных мест, что запланировали. И Кума, чтобы лишний раз не тревожить дитя, говорит, естественно, они посетят все места, потому что к 10 годам она непременно выздоровеет. Хотя в голове он задается вопросом, что же теперь он собирается с этим делать. Но закадровый голос перебивает эту сцену и говорит, что знакомый кошмар вскоре обрушится на королевство Щербет. Произойдет это спустя год. Спустя время к Куме врываются старики и кричат, что он должен спасти их. Они заявляют, что король Беккери вернулся и что он теперь такой же чудовищный, как и обычно. Все повторяется, как и 16 лет назад. Король вернулся с той же самой политикой, он хочет избавиться от балласта в виде стариков и начинает свою тиранию. Говорят, что он уже сжигает все дома и людей, живущих там. Для Кумы эта новость становится шоком. Что тут по голове становится, многое ясно, что отец Джевилри Бонни это какой-то из Тинни Рьюбита. Сейчас ходят слухи, что это возможно окажется Гарлинг, потому что Бонни была нарисована в одном из СБС в виде мальчика и она невероятно похожа на Шанкса. Как думаете, вы пишите в комментариях, вообще глава совершенно не об этом. Она раскрывает персонажей и их взаимоотношения. Насчет изъятия этой смертельной болезни и дальнейшего поглощения Кумы это всего лишь вопрос времени. Ждем 1100 главу, ведь в ней нам обещали невероятные моменты. Скорее всего, флешбеки продлятся и дальше, но именно в этой главе ждет нечто интересное. Скорее всего, будет выкачана награда Драгона на данный момент. Пиши комменты по всему вышесказанному, сколько литров слез или ведер ты набрал по ходу этого ролика, а я на этом буду потихоньку заквадратняться. До скорых встреч. Кампай! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова